Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами телеканал Мир Бурятия и я, Баир Жигмитов. Мы приветствуем вас из села Шибиртуй Бичурского района. Здесь родились такие выдающиеся писатели и поэты Сидинджаб Дондупович Дондубон, Цирин Дондок Хамаев, Дондок Узитуев. Именно здесь проходит отборочный этап 10-го международного конкурса «Юный Будамшу-2014». Сел и деревень Бухаршибирского и Бичурского районов съехались 28 ребят. Они будут бороться за звание лучшего и будут принимать участие далее в республиканском конкурсе, который будет проходить в октябре месяце. В Бичурском районе есть небольшое бурятское село Шибиртуй. Село-то маленькое, а люди в нем живут великие. Мы слышим песню и видим то же самое, что увидел и увековечил в своих стихах один местный житель, выдающийся поэт Бурятии Дондок Узитуев. А это его родная школа. Но имя носит не его, потому что, повторим, в Шибиртуе живут великие люди. Давайте вместе с нами посетим историко-краеведческий музей при Шибиртуйской средней школе имени Сидинджаба Дондубона. Здравствуйте, уважаемые гости. Вы находитесь в историко-краеведческом музее нашей школы. Нашу экскурсию мы хотели бы начать с истории нашего села. В настоящее время в Бичурском районе проживают потомки трех хоринских родов – Хуацайского, Бадангутского и Гучицкого. В 1917 году население нашего ЛУЗ составляло около 200 человек. Это 60 дворов. Активными участниками установления советской власти становятся цибиков Цидинджаб, Шемпулов, Нутыб, Гамбоев, Долгыр, которые и организовали коммуну. С 1929 года у нас начинается коррективизация. В 1932 году организовывается крупный колхоз Ким, председателем которого избирает Долгыра Гамбоева. Можно смело сказать, что история Дарлина и Хилка XX века тесно связана с его именем. В 1957 году создается в первом районе и девятый по счету в республике совхоз Бичурский. Шло время, сменялись директора совхоза, развивался. Глобальные перемены в стране 90-х годов отразились на жизни села. В 2001 году совхоз Бичурский прекратил свое существование, но жизнь продолжается. В настоящее время население Улута насчитывается 1024 человека, из них которых 353 ребенка до 18 лет, 155 пенсионеров. Насчитывается 326 дворов. В настоящее время действуют такие учреждения, как школа, сельская администрация, детский сад, участковая амбулатория, почта, лесничество, АЗС. В 1998 году был открыт Дарцан, дошел в Хундублин. Да, село мое живет, а значит история его продолжается. Я расскажу вам историю нашей школы. В 1917 году, после Октябрьской революции, в стране началась компания по ликвидации неграмотности. В этом же году в селе Дабаты в маленьком доме была открыта школа. Первыми учителями этой школы были Мункоев Рашини Мункоевич и Василия Любовь Карловна. В 1923 году школа была переведена в лучшую верту. Далее школа развивалась. В 1926 году стала школой первой ступени. В 1935 году преобразована в семилетнюю. Директором семилетней школы был назначен Намсараев Итамбан Мамсараевич. Под его руководством буквально на пустом месте было закончено строительство типового здания школы. В годы войны школа продолжала работать. На фронт уходили учителя. Тагбаев Южик Тагбаевич, Митыпов Чемид Митыпович. В 1967 году школа была переезжать на право бережья речки Шибертуйка. Директором был назначен Санжиев Александр Полтанович. В то время учеников насчитывалось 600. Приходилось учиться в две смены. В 1974 году был открыт пришкольный интернет на полном государственном обеспечении. В 1997 году было организовано подсобное хозяйство. Нынешняя школа сумела сохранить свои лучшие традиции и идет смело в ногу со временем. Сейчас в школе работают 17 учителей и 175 учащихся. Спасибо за внимание. А теперь пройдите, пожалуйста, в литературный уголок нашего музея. Земля наша благодатная. Ее называют колыбели певцов-искользителей. Мы гордимся своими талантливыми земляками, которые воспели в свое том-то свою родину. Сырин Дэн-Дэбом был видным общественным деятелем Бурят-Монголии, одним из самых ярких представителей национальной интеллигенции. Родился цедром в Уссе Айга, а это дом, где вырос и родился писатель. Достойными преемника цедрона являются талантливые прияты наших земляков, известных писателей, поэтов, журналистов. Это Дан-Док Узутуев, Сырин Дэн-Дэк Хамайев, Владимир Жалсанов, Сырин Дэк Шакжиев, Божилина Намдаков, Дамдин Дамбиев. Поэтические добрызи обнаружили рано, еще в школьные годы. Во многом им помогла и способствовала развитию их таланта, приехавшая в этот период учительница бурятского языка и литературы Намдакова Царикма Намдаковна, которая сама увлекалась поэзией. Она организовала в школе литературный крыжок. Стал выходить вот этот рукописный журнал «Ушой». Название журнала в переводе на русский язык звучит как «Искра». Здесь хранятся стихи восьмиклассника Церин Дан-Дока Хамаева. А будучи ровесником наших гидов, Дан-Док Узутуев писал уже сатиру под названием «Хартошет» – «Картежники». Иллюстрацию поэт нарисовал сам. Прошла война, прошла страда, но боль вызывает людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. На территории шибердуйского поселения находятся два улуса – это Шибердуи и Дабатуй. Из двух наших улусов на войну ушли 129 человек. Из них 26 человек, пропавших в безвести, и 26 погибших. В 1970 году были воздвигнуты два памятника обелиска. Также ведутся работы по книге памяти. Далее обратите внимание на ордена и медали. Охлова Григория Петровича, Могильного Антона Иосифовича и Цибикова Родная Ачировича. Здесь вы можете увидеть схему боевого 277-векового полка, в котором служил Ачирухан Дажак Ачирович. Это стенд памятник выпускника нашей школы, капитана милиции, Цибикова Цедына Цедыковича. На его счету были четыре командировки Сеченского республику, последний из которых оказал, к сожалению, для него роковой. Цедын Цедын Джапович погиб 21 февраля 2009 года. За свою службу в органах МВД он удостоен наградок различных степеней. Спасибо за внимание. Вы находились в историке переверчика музея средней шибертуйской общеобразовательной школы. 8 мая 2014 года надолго запомнится шибертуйцам. Впервые за долгое время в актовом зале местной школы собирается грандиозная публика. В село приехал народный артист России Михаил Елбонов. Да не один. Именно здесь с минуты на минуту состоится открытие отборочного тура 10-го юбилейного международного конкурса «Эдирбудамшу». О том, что «Эдирбудамшу» проводится у нас, на базе нашей школы, мы узнали, можно сказать, месяца два уже назад. Нам позвонил Михаил Гамбович. Подробно сказал, что он хочет привезти именно в нашей школе, на базе нашей школы. Хотя для нас это была, можно сказать, немного шумляющая новость, потому что «Эдирбудамшу» у нас, мы лет 10 назад, наверное, участвовали в этом конкурсе, а после этого у нас наступила затишься. И вот желание Михаила Гамбовича было воспринято с большим, можно сказать, воодушевлением, потому что это своего рода мотивация для наших детей. Потому что конкурс мог стать большой мотивацией для наших учеников, для участия в такого рода именно мероприятиях, где ученик может показать свою артистичность, свой дар декларирования. Потом показать знания, литературу бурятской и приобщиться вообще к своей бурятской культуре. Помню вот юбилей Цериндон-Док Хамаева, я приезжал сюда. Я Маркш Колсон выступала в Ливипу, вот пенсионер Влад Марташов. А Пиндель Губан, вот выступали мы. Териндон-Док Хамаев, Дондыгулзутуев, Цитон, Улва просил, давайте попробуем провести этот конкурс в Бичуре. Я отказался специально, я думал вот сюда, потому что это знаменитое село, всем известно. Ким бы за? Териндон-Док Хамаев, зритель нут, юный Бодомшоу. Почему имя? Ну, будет всем известно. Юнде Бодомшоу, вы же на конкурс, до двухтысячного года играл Териндон-Док Хамшоуя, петь, ты почти ратра. И говорит, ну, Ринго Губан, после себя оставить. И сейчас Олег Дамденевич говорил, что насчет бурятского языка. Единственный конкурс, который проповедует бурятский язык. Всемирную поддержку конкурсу оказал уроженец села Алтычей Бичурского района, депутат Народного хурала Валерий Торжиев. Все, что делается, делается для наших детей. Мы сегодня говорим дети, завтра говорим народ. Поэтому, как мы их воспитаем, как они будут жить, от этого зависит наше будущее. Хочу, чтобы все это понравилось, начинается. И хочу заверить, что это не будет заканчиваться. Это только начало. Приглашаем вас вместе с нами посмотреть самые яркие эпизоды конкурса Идир Будамшу на Бичурской земле. 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 Идир Будамшу на Бичурской. Идир Будамшу на Бичурской. Гурят сажал его с собой. Поэты, ездим на Пегасах. И каждой песнью крыла. И хорошо, что не погасло, нас тяга ездить. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так не надо, не вернул ножичек, теперь кто-то так же и поступил с варежками и правильно сделал. Так не надо, так не надо, что же делать? Буду ждать следующее утро, может кто-нибудь по совести положит их в ящички. На следующее утро Балва сразу же бросилась в шкафчику. Ура, какое счастье, нашлись, нашлись! Кто же положил их сюда? Кто этот замечательный человек? Все четыре перемены, Балва сказала, что кто-нибудь не подойдет, но так и никто не подошел. Что же это получается? Такие потрясающие варежки, кто-то совершенно спокойно положил в шкафчик, не захотел взять себе, не скрыл, не спрятал. А пирочи немножечко до сих пор у меня в столе лежат. А ведь хозяин ножичка, наверное, каждый день в шкафчик заглядывает. Эх ты! И не стыдно тебе! Чуть-чуть же пойду домой и немедленно верну ножичек обратно. Ой, какой мороз! Варежки я все равно не надену, пусть мои руки лучше негнут. Вот тебе, вот тебе! Это тебе за барежки, это тебе за ножик! Получай! Получай! Мало тебе, мама бессовестная! Эй, Балва, погоди! Да Балва, погоди! Ничего сегодня, она! Хочешь, вместе пойдем! Пошли! Что это с тобой? У тебя такой век, как он, ты двойку получила! Тебя что, сегодня в доске вызывали? Да нет! А почему ты без варежек идешь? Гляди-ка, у тебя руки аж посинели! Ты что, варежки, что ли, потерял? Подожди, я дам тебе свои! Да разве можно на таком морозе без варежек? Ты знаешь, я их нарочно не надеваю, но я боюсь. Это не мои варежки, это варежки моей сестры. Я их вчера в школу одела и потеряла. А сегодня наш... Вот! Да! Что-то их в шкафчик положил. Это такие беленькие, что ли, и что-то тут они слышат. Да! Папочки, они больше. А-а-а! Ну, так это я их положил. Они на школе призывали, Алис. Адон, это правда ты их положил? Ну, как я тебе благодарна! Какой ты добрый, Алис. Что же Адон? Ты чего, Бурна? Что тут такого? Какие-то варежки. Ты меня удивляешь прямо. Ты скажи спасибо, что ты их в школе посинял. Не я, но другой бы их подобрал. Не пропали. А вот знаешь, у одна из пятых классов Свой нож от из сказки Всю школу вверху он перевернул. Нигде нет. И значит, он его не в школе не потерял. А где он потерял? Может быть, у себя дома, во дворе. Знаешь, как он ему может? Человеческий дочинник. Ему отец на день рождения подарил. А вот кто и дело переживает, что это подарок. Что, говорит ножик? Ножик сам к себе и рука. Ножик купить, может. А вот пойдет зац. Спасибо. Вот, Витя, помогает уходить в школу после нового посмотреть на списание. Она быстренько положила на полку ножичек. Только теперь ей стало легко-легко. Теперь ее не мучила беспощадная ссорь. Никогда ничего не было. А был только маленький коврик, на котором он спал, ферлик из шерсти, которую он одевал, и большое желание в кость раз в жизни поесть доска. Здравствуйте, я Будамшу. Бедняки в Аке и за камни называют меня хитрецом Будамшу. В Баргое и Селинге ловкачом Будамшу. В Аке и Хоринске защитником Будамшу. А наеные богачи всюду зовут меня подлецом Будамшу. И нравлюсь я наеным и богачам. Не любят они меня. Кто твои родители и где они живут? Они живут повсюду, во всех Улусах и Хошунах нашей Бурятии. Все матери бедняков – мои матери. Все отцы – мои отцы. Недалеко от Улуса, где в тот раз находился Будамшу, стоял богатый дацан монастырь. А жил в дацане, известный всем своей мудростью, главный из всех лам – Бугдо-Лама. Бугдо-Лама всегда молчал. Бугдо-Лама всегда неподвижно сидел в своей маевне. Бугдо-Лама вел беседу с невожителями. Вот какой был святой человек. А Будамшу считал, что лучше жить, чем не жить. И жил, как умел. Благодаря этому он заставил Бугдо-Лама снять смертную шапку, которую он никогда не снимал, стать с ковра, принять молоко из его рук. Если захочу, то Бугдо-Лама позабачивает станет. Если ты ревнулся, ты, как можно думать, что священный Бугдо-Лама позабачивает станет? Зачем же уметь? Попьемся лучше об закладку. Если проиграю, тридцать лет служить вам буду. А если выиграю, тридцать месяцев кормить меня будете. Пойдемте за мной. Во двери молебны, слышу. Вы, Светлый Бугдо-Лама, Вы так мудры. Вы все знаете. В разных долинах собаки по-разному лают. А люди спорят, не верят мне. Кто прав? Ты Будамшу, овечье голова. Все собаки в долине одинаково лают. Вы, Светлый Бугдо-Лама, В одной долине, где я был, Собаки лаяли. А в другой долине, где я был, Собаки лаяли. Твои уши, Будамшу, Сознаны лишь для того, чтобы их крепать. Не глух ли ты? Ни одна собака так не лает. Правда. Правда ваша, Присветлый Бугдо-Лама. Я действительно глухова. Вы, мудрый Бугдо-Лама, Конечно, знаете, как собаки лают. Я все знаю. О, Присветлый Бугдо-Лама, Дайте мне хоть одну частичку от вашей мудрости. Скажите, как собаки лают? Тогда я буду знать, И с твоей глупой болтавнией станут занимать людей. Только давайте погромче, чтобы я слышал. Слушаю же. Ау-ау, 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 ау-ау. Слышал. Благодарю вас, Присветлый Бугдо-Лама. Хорошо слышал. Слышали? Слышали. Будто проклят. А мне все равно. Вам кормить меня, а не мне вас. Собирайтесь поскорее барана парить. Ай, рак готовить. Да скрипели зубами от злости наеной. Да ничего не поделаешь. А Будамшок засмеялся. Фрагмент из произведения Ольги Серовой. Пробуждение. Стояли последние дни мая. Льды начинали только расходиться. Расцветала... Расцветала лиственница, распуская свои пледно-зеленые писточки. Лиловели горы от Багульника. И вверху выпускала цеплята своих почек. А Байкал все так же был сконул дамик. И эти льды держали его. Казалось, голова тюрьме. Ну, светлела ярко. И солнце садилось быстро. Луна поднималась все медленнее и медленнее. Ее свет попадал на глубины, на самое дно Байкала. И выныривала оттуда, словно дельфин. Все было спокойно. Ничего не предвещало. Просто, просто, все было спокойно. Но вдруг что-то случилось. Затрещали льды. Что-то случилось с полным светом. Он не был таким, как обычно. Он стал яростным, горячим. В то время, как обычно, он был холодным и спокойным. Если бы этот момент можно было запечатлеть в музыке, то этот этюк мог бы называться «Побуждение». Дамбениматсин джейба Бурят Жорж Шакроскас. Зд Это художественный студент в Европе, или неolly училебный дедукорский человек. И он неделю подходит. Вы평 – дедукор, в авторы, Порто, зашел выгодник семьев. Я думаю, что у нас есть сроки. Но у меня-то в лице, что я срочал от этого. Я не сказал. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok